Добрый день! Я на аллее учителей. Здесь размещена выставка, галерея под открытым небом, Меликес, Димитровград. Раньше наш город назывался Меликес. Так вот, Меликес купеческий. Интересная, полезная информация. Я многого, оказывается, не знаю. Первый купец, который здесь представлен, это Константин Георгиевич Марков. Купец первой гильдии, Посадский Голова. Торговый дом Маркова. Здесь в городе был мельницы, даже пруд назван в честь Маркова. Марков пруд. Его семья. Александр Григорьевич Марков. Алексей Андреевич Таратин, купец первой гильдии, владелец меликийских мельниц. Меценат, самый богатый житель Меликеса. Его недвижимость в 1893 году оценивалась в 16 тысяч рублей. Большие деньги в то время. Следующий купец. Василий Тимофеевич Башмачников. Фёдор Васильевич Бечин. Меликевский купец, наладивший крупчатое производство. Крупозавод он и сейчас существует. В этом же здании владелец механической вальцовой мельницы в посаде Меликес Самарской губернии будущего крупозавода. К Самарской губернии мы относились. Наш город сейчас, Ульяновская область. Иноземные купцы в Меликесе. Вот один из них наиболее яркими представителями были немцы в основном. Это Мюллер, Ротман, Багутинский, Чацкий, Борнгвебер, Лянгер, Фишер, Гербер. Некоторые дома, усадьбы сохранились в Меликесе, Димитрограде до сих пор. Степан Логинович Бурков и его семья. Вот этот красивый одноэтажный каменный особняк был построен в нашем городе. Городская усадьба Бурковых. Он был известен. Бурковы все купцы были известны. Это и Степан Логинович, Петр Иванович, Иван Петрович. Интересная информация, очень познавательная. Вацлав Янович Багутинский, купец-красавец. Австро-венгерский подданный. Владивец пива медоваренного завода, который он приобрел в 1888 году у австрийского подданного Густава Ротмана. Но сейчас пивзавод он существует там же, на том же месте, но в более модернизированной. Меликес купеческий. Из истории земли Меликесской заселение Среднего Павлужья людьми, по данным археологической науки, произошло более 100 тысяч лет назад. Древние поселения, остатки поселений различных культурно-исторических общностей, находятся на территории Ульяновской и Самарской областей. С начала X века Меликеские земли входили в состав Волжской Болгарии. С XIII века в состав Улуса, Джучи, Золотой Орды. С 1440 по 60-е годы в состав Казанского ханства. После падения Казани в 1552 году наши земли вошли в состав Русского государства. Вот так выглядели водяные мельницы. Винокуренные заводы были здесь же. Первым стал завод Пантелея-Попова, построенный в 1731 году при селе Русский Меликес. Вторым стал завод Фрула-Белоусова, в 1732 году построенный. Он ближе всего был к реке Большой Черемшан и граничил с северной окраиной у отдельной деревни Чувашский Меликес. Был и третий завод, средний завод в 1746 году. Он же назывался главный. При нем позже была быстроена самая большая венница. А четвертый завод назывался Трехсосинский. Он описан в 1768 году, как строящийся в путевых записках экспедиции Палласа и Лепехина находился на северной границе заводского поселения, образовавшегося при главном или среднем заводах. План города Меликес, 1920 год. Улица Меликеса, старое название и новое название. Интересная история, богатая история. Храм Александра Невского здесь у нас в Меликесе. 16 марта 1881 года было решено соорудить на Никольской базарной площади посада часовню с иконой благоверного великого князя Александра Невского. А 2 апреля 1881 года Дума решила, что наиболее достойным памятником императору станет храм во имя ангела его, святого благоверного великого князя Александра Невского. Свято-Никольская церковь, действующая церковь в нашем городе, освящена церковь во имя одного из самых почитаемых в Русской Православной Церкви святых Николая Чудотворца, покровителя всех путешественников по суше, по воде, покровителя торговли. Железная дорога. Волга-Бугульминская железная дорога. Одна из железных дорог Российской империи, построенная на средства частного капитала общества Волга-Бугульминской железной дороги. Рассвет торговли и промышленности начала XX века, повышение благосостояния, не стало исключениями посад в Меликес. Особенно преуспели в этом благородном деле члены семьи Марковых. Вот выстроен был за рекой в 1904 году каменный двухэтажный дом для открытия в нем частного приюта для детей и сирот. Сейчас здесь музей. Меликеские купцы, масленниковы, татарины, бурковы, жертвовали землю и денежные средства на строительство православных церквей, которые являлись в XIX веке и в начале XX века одной из главных составляющих духовной жизни русского народа. Купцы являлись благотворителями. Не было мечети в Димитровграде, в Меликесе. И в 1898 году для молитвы мусульман был построен молельный дом. Он и сейчас есть, и так же выглядит, но более современно. Вот такая история купеческая нашего города. Меликеские купеческие 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 купеческие